В музейно-выставочном центре глава Новоуральского городского округа провел встречу с ветеранами государственных служб, которые долгие годы посвятили работе в администрации Новоуральска. Беседа носила информационно-ознакомительный характер и была посвящена актуальным темам городской жизни, а также задачам для администрации города на ближайшую перспективу. Подробности в сюжете Антона Сапогова. На сей раз встреча проходила в особенно теплой атмосфере. Глава города Вячеслав Тюменцев хорошо знаком со своими гостями, ведь в зале собрались его коллеги по работе в городской администрации, многие из которых также и давние друзья. Не случайно он начал свое выступление с таких тем, которые легко понять профессионалам. Речь зашла об увеличении городского бюджета и перспективах его дальнейшего роста. Бюджет в этом году превысил 6 миллиардов рублей, но это еще не предел. Главы 10 закрытых городов, в том числе и нашего, разработали новую редакцию закона о ЗАТО. Они стремятся вернуть те богатые бюджеты, которые были в закрытых городах в начале 2000-х годов. Проект закона сейчас находится на рассмотрении у руководства администрации президента России. Он предусматривает возврат к системе бюджетирования, которая была в 2006 году. Потому что, по нашим оценкам, недофинансирование городов нашей системы минимум 200 миллиардов составило. Новый проект закона о ЗАТО имеет неплохие перспективы для воплощения в жизнь. Учитывая, что, как сообщил Вячеслав Тюменцев, закрытые города нашей системы государство открывать не будет. Наоборот, их закроют еще надежнее. Города нашей системы должны быть все-таки на особом счету. И учитывая, что нас закрывают полностью колючей проволокой, полностью по всему периметру, работа по выделению лесных просек уже ведется катастроеванию и так далее. Не знаю, когда это закончат, но несколько миллиардов, мы справляем, чтобы эта работа была проведена. Отвечая на вопросы участников встречи, Вячеслав Тюменцев затронул главные сферы жизненного Уральского городского округа. В частности, он заверил, что важнейшие элементы городской инфраструктуры должны и будут оставаться под контролем нашего муниципалитета. Бывшая управляющая нашими сельскими населенными пунктами Любовь Быстрикова с радостью встретила такую позицию главы города. Он сегодня сказал, что все электростанции, все подстанции, все трансформаторные, которые были не наши, мы забираем под свое крыло. А я ему задала вопрос, а когда наши газовые котельные перейдут к городу? Вот у меня такая радость, что вполне возможно, что и наши котельные передадут, и исчисление квартлаты у нас будет другое. Гости соглашались, что эти встречи интересны и полезны даже регулярным их участникам, многие из которых состоят в общественных организациях и встречаются с первыми лицами города довольно часто. Каждая встреча, конечно, приносит нам новую информацию, потому что человек не замерзает на одной точке, он обязательно привносит самую свежую информацию. Вот даже сегодня в его выступлении мы узнали многое того, что неделю назад он в своем выступлении еще не говорил. Для главы города эти встречи не менее важны, поскольку позволяют иметь постоянный канал обратной связи с новоуральцами. Первым узнавать об их насущных потребностях и держать руку на пульсе событий. Антон Сапогов, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная компания.